Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артём и сегодня у нас в обзоре детский микроскоп Micromed Evrica 40320. Поехали! Друзья, компания Micromed является российским производителем оптических приборов. Это достаточно старый игрок на оптическом рынке, производят они в основном микроскопы. И не так давно в их линейке приборов появилась такая серия как Micromed Evrica. Приборы достаточно интересные, во-первых, они отличаются своим внешним видом и конструкцией от других приборов подобного класса, подобного бюджета. Давайте же переместимся к данному микроскопу и посмотрим на него поподробнее. Поехали! Итак, друзья, перед нами микроскоп Micromed Evrica 40320. Сразу хотелось бы отметить, что данные приборы подходят в первую очередь для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Если вы планируете приобрести микроскоп для ребенка постарше, то советуем все-таки обратить внимание на более взрослые модели. Материал корпуса у данных приборов пластик, ввиду чего они очень легкие, поэтому с ними, соответственно, может управиться даже совсем маленький ребенок. Выпускаются, кстати, они только вот в таких ярких цветах, в трех вариантах. Это фуксия, то есть розовый, лайм, как в нашем обзоре или зеленый, и аметист, фиолетовый цвет. Что же касается его непосредственно эксплуатационных характеристик. Ввиду инвертированности данных микроскопов, производитель выделяет преимущество такой конструкции приборов в том, что наблюдать образцы в чаши Петре можно напрямую в питательной среде. То есть их не нужно вынимать и класть на предметное стекло для дальнейших исследований. Можно просто поставить чашку на предметный столик и наблюдать через дно за, собственно, препаратом. С одной стороны, это, конечно, удобно, но с другой стороны, я не уверен, что совсем правильно наблюдать за образцом через толстое дно чаши Петре, который сильно преломляет свет. Кроме того, не так затруднительно переместить образец из чаши на предметное стекло и наблюдать его под обычным микроскопом. Абсолютно ничего сложного в этом нет. Начнем, пожалуй, с его конструкции. Дело в том, что данный прибор является инвертированным микроскопом, то есть револьверное устройство с объективами у него находится под предметным столиком. И фокусировка происходит не благодаря тому, что предметный столик перемещается под объективами, а объективы перемещаются под предметным столиком. Конструкция достаточно необычная для детского прибора. В ходе теста будет интересно посмотреть, чем же отличается использование такого микроскопа от неинвертированного. Итак, друзья, как следует из названия нашего прибора, увеличение у него в базовой комплектации варьируется в пределах от 40 до 320 крат. Как мы помним, кратность у микроскопов высчитывается путем перемножения, увеличения окуляров и объективов. Что касается окуляров, то в базовой комплектации мы найдем две линзы на 10 и на 16 крат. Окуляры достаточно простые, что неудивительно, ведь мы в данном случае имеем дело с детским прибором. Что касается объективов, то здесь их три штуки, крепятся они на револьверном устройстве и набор их, кстати, необычный. Мы привыкли, что у детских и школьных приборов три объектива имеют кратности 4, 10 и 40. В данном же случае это 4, 10 и 20 крат. Объективы здесь, кстати, точно такие же, как и у многих конкурентов в данном ценовом диапазоне и как у других приборов от компании Micromed. Объективы в надежных металлических корпусах со стеклянными линзами весьма и весьма неплохие. Преимущество установки объективов на револьверном устройстве состоит в том, что все объективы единовременно установлены в приборе и для их смены достаточно лишь повернуть данный револьвер. Напомним, что в старых моделях микроскопов объективы нужно было выкручивать и закручивать нужные, если вам требовалось их поменять, что, естественно, было неудобно. Итак, набор из двух окуляров и трех объективов дает нам 6 различных увеличений. Это 40, 64, 100, 160, 200 и 320 крат соответственно. В принципе, данного увеличения достаточно для того, чтобы наблюдать за отдельными растительными и животными клетками. То есть увеличение, по сути, очень неплохое, что мы проверим, опять же, в ходе теста. За освещение здесь отвечает светодиодная лампочка. Находится она ввиду того, что микроскоп инвертированный наверху. Данный осветитель можно не только включать и выключать, но и регулировать по яркости ручкой, которая находится в основании микроскопа. Что очень удобно, ведь в зависимости от различных образцов, яркость иногда необходимо убавить или наоборот прибавить. Сразу за осветителем находится отсек со синим светофильтром. Он идет в комплекте и необходим для того, чтобы контрастно выделить какие-то цветные образцы. Достаточно интересная штука, но использовать ее нужно с умом, так как мне ко всем образцам он подходит. Не забывайте его вытаскивать, если в этом нет необходимости. Предметный столик здесь абсолютно стандартный для приборов такого класса. Имеется два ручных зажима. Естественно, препарата водителя никакого нет, поэтому перемещать образец придется исключительно пальцами, что не всегда удобно на больших увеличениях, очень легко проскочить и вывести образец из поля зрения. Работает осветитель от трех батареек формата 2А. К сожалению, в комплекте они не предусмотрены, но, как вы понимаете, приобрести их можно в любом магазине. В базовой комплектации с микроскопом также предусмотрена насадка для телефона на окуляр. Для того, чтобы с помощью вашего смартфона вы могли снимать фото и видео через этот микроскоп. Чуть попозже мы обязательно потестируем эту функцию. Ну и что самое интересное, в комплекте с данными приборами вы найдете небольшой набор для опытов. Итак, друзья, давайте же разберемся, из чего состоит набор для опытов, идущий в комплекте к микроскопу Micromed Evrica 40320. Во-первых, это два пустых флакона для образцов, лопаточка и пинцет, пластиковая чашка Petri, самая простейшая, комплект из покровных стекол чистых, комплект из пяти готовых образцов и десяти предметных стекол. Действительно, хоть и небольшой, но набор достаточно приятный, он будет полезен ребенку в освоении мира микроскопии. Что ж, друзья, теперь давайте потестируем прибор и будем для теста использовать только те образцы, которые шли в комплекте к данному микроскопу. Сейчас вы видите изображение, снятое обычной камерой через окуляр микроскопа Evrica на увеличении 40 крат. И смотрим мы на тонкий листочек бумаги, который защищает предметный столик прибора, пока тот находится в коробке. Настроим резкость. Увеличим кратность до 100. Становится хорошо видно, что бумага состоит из множества мелких волокон. Изображение несколько потемнело от недостатка светосилы, что в первую очередь обусловлено съемкой камерой. Ведь такой способ априори ухудшает общее качество картинки, и глазом вы сможете увидеть более четкое и светлое изображение. Сменив объектив на максимальный 20-кратный, мы получаем общее увеличение системы равное 200. Благодаря высокой кратности мы визуально можем как бы проходить через несколько слоев волокон, регулируя фокусировку. Бумага при этом становится похожа на причудливый переливающийся узор. Попробуем посмотреть на один из комплектных готовых образцов – стебель хлопка. На минимальном увеличении уже видны отдельные детали клетки. Напомним, что растительные клетки, как правило, намного больше животных, поэтому для их исследования не требуется большого приближения. Увеличив кратность до 100, мы можем подробнее разглядеть срез стебля. Плюс комплектных образцов в том, что они профессионально подготовлены, окрашены и закреплены, благодаря чему окунуться в микромир с ними может даже неподготовленный пользователь. Попробуем поднять увлечение до 200 крат. Теперь нам становятся видны мельчайшие подробности строения клеток. В случае, если вам необходимо подвинуть образец, делать это придется пальцами, что не всегда удобно. В более старших моделях предметные столики оснащены препаратоводителями, облегчающими этот процесс. А вот так выглядит работа микроскопа в связке со смартфоном через комплектный переходник. Смартфон крепится на специальную площадку с помощью присосок, а затем данная конструкция устанавливается на окуляр прибора. Съемку вести действительно достаточно легко, хотя такой способ, конечно же, уступает в качестве видеоокуляром и специальным цифровым камерам для микроскопа. В качестве образца мы использовали срез кожицы лука из комплектного набора для опытов. Что ж, друзья, в ходе нашего теста выяснился и еще один недостаток инвертированных микроскопов в микромет Эврика. Дело в том, что затруднено переключение револьверного устройства. Так как оно со всех сторон окружено детальми корпуса, пальцем подлезть сюда очень и очень трудно. Переключение проблематично. Хотелось бы отметить, что в целом качество оптики в данных приборах весьма неплохое и практически ничем не уступают аналогичным моделям данного ценового сегмента. Но вот некоторые конструктивные промахи существенно затрудняют работу с данным прибором. Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Не забывайте подписываться на наш канал, ставьте лайки и нажимайте на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе видео на нашем канале. Если, кстати, у вас остались какие-то вопросы, обязательно задавайте их в комментариях под видео. Делитесь своими идеями, может быть, какими-то предложениями по тематикам будущих роликов. Мы обязательно все это учтем. Ну а я с вами прощаюсь. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok